Добрый день, я гляжу, ты зашел тут, видно, я увидал тебя. Да. Такая рамка вышла, Сыходский Александр. Да-да-да, мне тоже так выскакивает. Так, я хотел узнать, что там про Тамару Анну слышно в Одессе? Пока ничего, я к ним не звоню. Что узнать? Желательно. Хорошо узнаю. Как вы там? Слава Богу, вашими молитвами. Уже моя нога лучше, уже не болит, я уже бегаю. Слава Богу. Слава Богу. Да. Смотрю ваши ролики. Ну? Хорошие, хорошие. У нас свет часто тушат, вот нельзя никак настроить, только включишь, она раз, потушили свет. Ну да. Это сейчас включил, думаю, не знаю, нету ни графика, ничего так, когда захотят, тогда и выключат. А ролики хорошие. Вы одни дома? Я один дома, ребята на работе. А где они работают? А они работают у брата Игоря Дыбунова, там стройка идет. А тут сейчас вот на неделе ездили, там сестра Валентина, она одна осталась, без матери, без всех. Ну и ей помогать там надо что-то с печкой неладно, они туда ездили, даже ночевали там. А я вас хотел спросить, вот вы маруете печи, вот эта группка, как вы там эти колодцы, вертикальные или горизонтальные у вас? Вертикальные. Вертикальные? Вертикальные. Вертикальные. Тут так, надо помнить, что кверху идти дыму легче, чем вниз, поэтому канал, который идет вниз, он должен быть пошире. Слава Иисусу Христу! Вот где-то, пониже сделай, чтобы видно было. Рядышком. Слава Иисусу Христу! Слава Христу! Добрый день! Добрый день! Вот так вот. Вы маленько отступите от этого, от экрана, чтобы лесо вошло рядом, вот так, а ты маленько в сторону. Где-то, не-не-не, ты не туда идешь, в другую сторону, а ей дай место рядышком, чтобы ее голова была у твоего плеча, повыше подними. А вас никто не снимает? Снимаем, все будет в интернете это все. А я хотел с вами поговорить так, чтобы никто не снимал. Не надо, не надо. Тогда спрячьте где-нибудь там, в огороде. Не, я вам хотела объяснить, что вам звонила из Думаневки не Лида, а Люда, дочь ее. А-а-а. Вы не поняли. Я поняли, и что там у нее? Там страшные дела в ней. Я не хочу, чтобы вышло в интернет, чтобы не рыбать. Ну ладно, я знаю, она мне говорила, ее обмущает демон, ее убить кого-то охота. Она говорила, что она не скрывает, а мы скрываем. А что скрывать-то, когда сатана вошел? Я, говорит, подхожу к священнику, а мне, говорит, он говорит, что убей его, убей его. Ну, еще нормально это? А это Лина вам сказала? Да, она мне звонила. У меня, говорит, все время искушение убить человека. Хочу убить человека. Это Люда, Люда, дочка. Ну, я это не разбираю, но я говорю, что она мне говорила, какая тут тайна-то? Мы молиться вначале и все. Я не люблю тайны никакие, у нас все открыто. В Евангелии нет тайны, у апостола Павла нет, там еще каких-то тайных создаем-то. Это нехорошо. Вы, наоборот, говорите, чтобы это было большему числу людей известно. Люди, глядя на какие-то там перемены-то, и сами будут меняться. Мы говорим о Христе Спасителе, который человек выводит из самого безвыходного состояния. А другой слушал и говорит, у меня как раз такая беда была. Я, говорит, посмотрел ваш ролик, сейчас я знаю как. Один там пишет, говорит, один раз в вас только книжка попала ваша, а я, говорит, уже совсем баптистом ушел. Я сразу вернулся, говорит, и все. И у него другая жизнь началась. Открывать не надо. Надо смело, написано, возвещайте на горах и громко возвещайте, чтобы другие слышали. А сегодня интернет, вообще замечательно. Я вижу, вижу, вижу. Сейчас пост, тем более. Да. А вы как поживаете? Так, что там у вас еще? Роб, скажи. Спрашивай жена, как вы поживаете. Я говорю, хорошо. Да, слава Христу. Вот сегодня мы брали Калину. Ну, ты видишь, посмотри последний ролик-то. Ага. Ну, и там увидишь, я рассуждаю. Там в Днепропетровске или где-то там священник на машине пьяный задавил женщину опять. Ну, что это? Это в интернете выставлено. А мы начинаем. Отец на ум звонит. Двух священников арестовали. Суду предали. За наркотики распространяли. Ну, что, нормально? А мы будем тайну делать. Какая тайна, когда суд идет открыто в городе? Наоборот, надо сделать известным, чтобы чужих людей до священства не допускать. А они, чтобы попало с Украины приняли, людей не крестят в полное погружение. Моченые. Вот считают... Я только сейчас считал, там, Сумская епархия отовсюду. И архиереи говорят, мы будем священников всех убирать этих, которые крестят не в полное погружение. От католиков на училище там это... Ну, какие там... Греко-католики там все. Вера православная всегда стояла на четкости исполнения канонов. А каноны даны нам для жизни. Как, вот, Евангелие, заповеди Евангелия, это путь в Царство Небесное. А каноны, говорят, это вехи, вехи, вешки стоят на пути этом, чтобы не заблудились. Вот у нас из Потеряевки, когда едут на разъезд, а они берут специально такие длинные прутья, чтобы вверху там сучки были-то, и ставят на пути. И проедут метров десять, еще поставят, и когда будет снегопад, чтобы от одной вешки к другой до дому дойдешь. Вот так каноны церковные. Что, Саша? Да, я слушаю, говори. Раскучили за вами. Вспоминаем те дни, когда были у нас в Доманевке. Матушка Анатолия очень ваши ролики любит, смотрит, читает книги. Вера. В Кенецполе, когда, помните? Да. Ну, те батюшки-то, где мы были, встречались-то с ними, это они все нормально относятся к нам? Да, хорошо. Я им поделал фотографии, с интернета ваши фотографии распечатал, и отцу Анатолию подарил, там, матушке. Они рады такие. Аж не верят, как это у нас Игнатий Тихонович был. Говорю, вот так. Это, как говорится в фильме «Юдой Бенгур», это, говорит, отдушина, что есть дружба на земле между друзьями. Мы разделяем вот эту скорбь земную и все пополам. Нам легче жить тогда, когда есть друзья. А когда никого нет, у человека один, он сидит, все в себе это квасит. А я так прошел, глядишь, там выступил, тут поговорил, тут обнялись, поцеловались, и беда твоя отходит в сторону. Да. Вот так. Бог даст наладиться, может, на маленькой что-то. Сейчас он, видишь, что делается с Сирией. Я даю там ответ-то. Наше дело молиться. Мы вот каждое утро молимся за правителя, всегда понимаем, поминаем в молитвах Петра Порошенко. Это вас же? Да. Ну и вот. А нам не надо судить, а надо молиться, чтобы Бог исправил. А то тот нехороший, другой нехороший, а мы хорошие будто бы. Мы говорим о священнодействиях, чтобы делали правильно. А они, люди мира всего, чего с них спрашивают-то? Его масоны поставили, и они уберут его, когда надо. Они же не обещали народу, что будут поступать по Евангелию. А у него своя конституция, там, российская, украинская. Сумели два народа, родных народа, поссорить между собою. Мы никогда не считали, что Украина – это другое государство. Мы один народ. Ну, одна вера, одна культура. Культура, я не люблю это слово, но в действительности-то так и есть. Одни святые у нас. Да и Киева-Печерская-Талавра где? Вот все это люди-то не бодрствуют. Почему они нас с тобой не поссорили-то? Все бы вели себя так, как мы по отношению друг к другу. Это никакого Майдана бы не было. Этих тысячи людей бы не было. В Одессе этих бы в Доме профсоюзов не сожгли. Этого не было бы. Не было бы Донбасс этот не отделялся, никого не бомбили. Ну, они делают то, что там, замыслы какие. А люди – бараны, лезут за ними. Я сразу говорил, вот это вот отделение и проще добром не кончится. У нас тут Чечня хотела отделиться. Что, разрешили? Одна война компания, вторая, третья. Надо молиться, и Бог посмотрит, как сделать. Если нужно, дадут отдельно Донбасс там или еще что-то. Отдельное государство, автономия. Мы не политики. Хотя, в политике мы разбираемся лучше всех политиков. Мы знаем, где кончина. Что над всем миром будет один антихрист еврей. У нас написано в Святой Библии. Во! Вот наша радость. Это знаешь, кто придумал-то? Ты не знаешь, может быть, кто? Нет, нет. Это Пахомий в 6 веке. Святой Пахомий. Для монахов, которые считать не умеют. Глупые. Вот это вот придумано. Расчитать не может. Тогда канон Богородицы – это нужен, допустим, три лестовки, триста поклонов. Канон Христу подлиннее, значит, пять лестовок. А мы даже в дороге ездили. У нас всегда с собой были щетки. Это прекрасно. Это очень хорошо. Встал ночью, я знаю, у меня норма. Три святое – сто поклонов. Вам видно? Вижу адрес счастья. Это ваши пленки, толкование на откровение, оригиналы. О, вот это да. Ну, они сейчас все оцифрованы у меня, на сайте находятся. Но там немножко оно тянет замедленно. А тут хорошая, чистая запись. Ну вот, видишь как. А мне сколько уже было людей, которые начали с пленок, когда пленки были магнитофонные, попали. А потом постепенно они как-то книги получили. Вот приезжают, крещение принимают. Книги работают. Вот сегодня только заказано из Америки полный комплект. 38 книг. Из Америки. Вот. Мы же от вас-то, ты знаешь, куда проехали? Да, знаю. А вот смотри, Саша. Как Господь чудно сделал. Он провел нас когда? Видишь, папка для бумаг. Это 31 том, открытый молоком. Ой-ой-ой. Он у меня не выходил никогда. Это первая книга, наверное. Она у меня только в электронной версии есть. У меня у самого нет ни одного тома. И 33, и 32. Да ты что? Вот эта Лида, которая вам звонила, она мне одно время очень помогала. Когда появился интернет, она скачивала эти ваши, когда книг не было, скачивала. Вот. И я распечатывала, а я потом их переплетал. Вот такой получается, видите, формат А4. Да, 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 да. До 18... Именно так. Я вижу, вижу. А потом с ней что-то случилось, и вот она бросила православие и ушла к еговистам. До 18 тома дошли, и на этом прекратилась с ней связь. А это потом 32, 32, 33. Крупными буквами А4. Ой-ой-ой. А сколько страниц получилось? Ну все. У вас по страницам так и получилось, да? А, да. 752. Правильно, правильно. Каждая книга. Видишь как? Если ничего нет, то ничего и нету. А если что-то есть, можно надеяться, что что-то будет. Как говорится, сейл на 50 процентов. То ли вырастет, то ли нет. А не сейл, 100 процентов терновник вырастет. У меня тут... Сейчас вам покажу. У меня тут приходят, иногда беседуют с Украиной. Ты там увидишь? Да, да. Вот сейчас. Вчера был с Тернополя. Он далеко от вас? Далеко, да. А вот такие я уже распечатал, но отдельно по темам. Ну-ка. Война, военная служба, ну такие вот. А как, ты выбирал прямо так? Да, да, выбирал. Вот ты смотри, что делай. Ну, какая тема нравится. Вот раз, дать почитать. А-а-а-а. А это уже что сказать-то? Это любовь. Твоя любовь. Да. Вот у меня там выставлено, в интернетной версии, четыре тома. Стихов моих по 800 страниц. У меня их нету, только в интернетной версии. Издать невозможно. Около двух миллионов надо, за то, чтобы издать. И вещь неслыханная. Потому что с циррелозной бумажной комбинатой закрыли, как на Байкале там строить начинали, там Валентин Распутин боролся против. А Китай все подхватил. Туда гонят теперь, говорится, миллионы этих кубометров. Древесины, делают бумагу, любую цену назначают. Уже я отошел от издательской деятельности. Полностью, давно уже. Вы помните, когда вы нас учили переплетному делу? Это было 99-89 год. Василий Федорович и я. И вот этот труд, он пошел мне на пользу. То я все переплетаю разными методами. Ну понятно. Это самый простой такой. Так у меня учились переплетному делу с разных епархий, священники, дьяконы приезжали. Я же реставратор многолетний там. А потом я в университете объявление дал, и люди стали приходить и там сделал. У меня переплетчиков много осталось позади. Некоторые искусством своим просто, мне кажется, превзошли меня. Они стали делать определенную... У меня выдавливается крест, распятие-то. Нагреваю его и отпечатаю на лидерине-то. А они сделали, у них-то это нету, это трудно сделать. А вырезают восьмиконечный крест и его обтягивают, и все костным клеем-то. И сверху лидерин или переплетная бумага. Это хорошее дело. Сейчас мало кто этим занимается. У меня газеты переплетенные, годовые журналы, там наука и религии, каких только не было. Юный натуралист вокруг света, огонек. Я все переплетал. У меня огромные тома такие. Я переплел примерно три тысячи томов. Три тысячи. Так и реставратор. Каждую страницу как наростить, дописать. Это очень-очень кропотливый труд. Три тысячи. Это никто даже не верит. Каждую книгу обиходь, сделай корочки. Ну, иногда даже это лесозакладка, дальше каптал, который на корешке. Ну, только это переплетчики, кто знает. Какой это кропотливый труд. Да, да. У меня были книги, приносил я в мешке, одна книга, на плеще несу. Это старобрядцы давали. Старинные книги, там каноники, очень большие, толстые. И корочки я делал, доска деревянная, ну, это из дерева плиты. Ну, и этот, даже там не деревянная, дерматин. Дерматиновая такая прочная. Ну, и что теперь говорить. Это Бог дал так. Через книги многие люди Бога нашли. Я вот из Америки, когда выезжал, а у них типографии выходили, жития святых, но корочек еще не было. Но они не дают и говорят, корочки надо сделать, у нас они вот сейчас заготовлены. Я говорю, я сам переплетчик. И я привез сюда их, не привез, как контейнер пришел, и я их все переплел. Переплел. Они у меня стоят как это. Одно время я на этом зарабатывал. Государственные документы привозили на автобусе. На автобусе. И я им делал. Так у них переплет такой был, они их в ряд выстроят. И говорят, у нас, говорят, как труды Ленина стоят теперь. Сроду не видали этого. Но они меня хорошо заплатили. А я материал брал в трамвайном депо. Хулиганы сидят, сиденья-то режут. Они их эти снимают. И мне отдавали. Но я умел так склеить, сделать их. Я не тратил на это много. Там лидерин покупал, переплетная бумага разная. А другое делал так, что как обои такие хорошие. И картинки. Картинки из календарей бывает. Календари на стенах. Я из картинки переплету. Тут вообще, я сейчас даже покажу тебе. Вот сейчас я покажу. Это жития святых. Кратко я сделал. Я не знаю, тебе видно, нет будет. А, видно, видно. О, а ты видишь какая? По 500 страниц. Это полный лист А5. Вот она. То есть, картинок много. Я какую хочу, такую картинку и сделаю. Это, ну, кто если занимается этим, знает. Вот она. Но это у меня второй экземпляр. Уже не так хорошо и видно. Тут уже не просчитаешь. Вот. Ага. Ну вот. Потом я эти... Пленки-то у меня были разные. И как найти? На какой дорожке? На какой пленке? И вот я, видишь, как перепечатывал. Вот я сейчас покажу. Вот, посмотри. Саша. Сопроводительные документы. Видно? Да, да. Вот какой святой, какой век, какая дорожка. И продолжительность, сколько страниц. Вот это ваши книги. Ого, это как будто я делал. Это ваши, да. А это моя? Да. Ой, давно я не видал. Вот, видишь, как это обои. Обои доставал. Бумаги-то нету, я обоями. А сверху картинка, надписи вырезали из журнальщиков. Ко мне отовсюду на санках привозили эти журналы, чтобы картинку, надпись вырезать. Это сейчас можно любую на компьютере сделать. А тогда нет. Ну, они так и на пленках у меня были надписи, вырезанные из журналов. Это ваша память. Да. Вот так, да. Это у нас «Жития святых» на Затауста симфония. Ого. Видишь, все, симфония. Это не просто так. Это большой-большой труд. Тем более симфония сделана на три размера. 270 метров катушка, 375 и 525. 525. У ней звучание было 12 часов, а у этой 8 часов 5 минут в средней. А это ваши письма, подшиты в книгу. Вот эта картинка не моя, а уголки-то. Видишь, как сделаны уголки? Да. Вот. Ну, это у меня тоже, вот оно видно, вот уголок-то, он какой из дерматина. Вот он, чтобы она не это. Ага. Вот оно. Видно, видно, да? Да, да. Ну, раз ты переплетаешь, ты какое хочешь, такое сделаешь. Да, да. Ну, у меня интересно в жизни было, вот я что-то не знаю, но мне начинают, у меня сестер много вокруг, и книги я давал им, они относили к переплетчику. А тут одна сестра подошла и говорит, а зачем отдавать деньги платить, а надо самому делать, а как? Я пошел книжку, нашел переплетную купил, пошел в переплетный цех, цех прямо пошел, познакомился с директором, и прошло совсем немного времени, там, ну, меньше месяца, и я начал переплетать. Мне сделали это крюше такое, потом какие тисочки делать, вот, я даже могу показать, вот, я не знаю, ты видел или нет, вот мне какой сделали. Вот это вот, он из бронзы, я не знаю, видно или нет будет. Да, да, да. Видишь, как он вырезанный? Да. И вот я его нагреваю, и в тисочке зажимаю корочку-то, ну, и сверху еще ударишь где-то, и оно полностью, крест получается, не знаю, где-то есть у меня или нет показаний. А вот, смотри, это у меня записная книжка. Да, да, да. Вот видишь, крест какой? Да. Это он так выжимается, а это, ну, обыкновенная тетрадь, клеточку-то, это у меня дневник идет, вот оно. Да, да. Это дневник не просто так, 526 страниц. Это у меня дневнички такие, я каждый день веду записи уже, наверное, больше полвека. Вот мне все как-то интересно так получается, даже, не знаю, вот, как-то надо было пищать. Я попросил там сестру, она отдавала кому-то. А потом мне сказали, да надо же самому доставать. А я достал пишущую машинку. Потом навадились, мы целый коридор из Киргизии, машинки прям рекой шли. Распространял среди неверующих там, и директора, мы кто могли, с баптистами познакомились, покупали Библии. Наши Библии раз в 8 были дешевле, чем в церкви. Ну, просто стоимость. И когда я выступал в разных прокуратуре, везде, и ко мне надо милиция, начальники, полковники. И все приобретали. И сейчас все еще помнят. Говорят, я Библию впервые увидал у вас. А я что, ходил когда на занятия, полный рюкзак наложу и несу. Но они стоили-то даже по церковным ценам-то смешно. А что вы больше не берете? Я говорю, я верующий. Мы сколько заплатили у баптистов, у нас квитанция на руках, и дорога. Дорожные расходы там прибавил, там сколько, рубля два с половиной. Вот так. И Бог как вознаграждает за это. У меня преизобильно все есть. Я разве думал, что филак-то издам блаженного сам, трехтомник, с откровением, с толкованием. Ну, у тебя же он есть? Да. Ну вот. О-о-о, а ну-ка боком поверни, так чтобы видно было. У тебя фотографии там какие эти? Цветные или черно-белые? Черно-белые. Черно-белые. А мы же переиздали, теперь у нас цветные. У меня и такие-таки есть. А-а-а, вон как. Ладно тогда. Ладно, ладно. Это уже новое. А-а-а, вон как. Так, понятно. Ну, красиво, правда? Да. Да. Вот. Я недавно поставил себе задачу найти всех, кто мне помогал по лагерю в прошлые годы. Директора какие. И в течение двух недель Господь чудо сотворил. Я нашел всех. И везде меня возили. Ты видел, я там беседы где. Это еще не все. Это вообще. Они там доктора наук разные там. И почему-то вне все хорошие люди попадаются. Я проехал и всем подарил. А один там, вот сейчас были у него, так он, вот сейчас я поставлю, может завтра. Жердев. Так он подарил мне полушубок новый. Я не могу отбиться. Но я его сразу примерил на Никиту. Никита у меня тут с Украины. Вот. И он примерил. Она как на нем сидит даже. Ну, ты если видел, я принял Никиту там. Да, да, видел. Вот. Видишь, как можно в бедности жить красиво и интересно, без зависти. Мы у вас хорошо побыли. В церкви там пришлось говорить. И люди собраны были. Я вот еще думаю. Смотри, мы поехали когда на Владивосток, до Владивостока. Оттуда выехали. На следующий год там наводнение. Там что было-то где-то? На Украину, значит, мы успели проскочить вдоль и поперек Украину, Крым. А в следующий буквально год вот это вот беда. Да. А когда побыли мы там где-то в Крымске, так там наводнение было, прорвало озеро, ушло там, 3000 человек погибло. А оно за год до нас. Мы как-то посредине, сами того не зная, прошли. Там на один год опоздали, как бы, да, не попали под наводнение. А в другом месте пораньше прошли. И все закончили. Сейчас такая смута, мы через Турцию-то не прошли бы. А мы же Турцию прошли в 2014 году. Турцию. И теперь там в Европе-то тоже не все спокойно. А мы прошли на Скандинавию и проехали. Нас как на крыльях Господь пронес. Я же книги-то отдал в Ирландскую национальную библиотеку. Шотландскую, Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва. Ну и вся Европа. Вся Европа. Вот Господь положил нам на сердце это купить машину и проехать, и везде подарить книги. Вообще чудо. Геннадий Тихонович, давайте вернемся к грубе. У меня что-то оно дымит. Вот эти колодцы, оно не опускается ниже. Что может я не так делаю? У вас кирпич грубо стоит вертикально или в плашме? Что именно? Вы кирпич сложите на ребро или в плашме? Что на ребро, я не понял. Ну, в стенки вы кладете грубки. А грубки-то на ребро. На ребро. Да. Вот эти колодцы вертикально, это самое вот. На ребро. И делать так, чтобы посередке проходил кирпич, не рубить его прямо. Чтобы кирпич на перегородку шел вертикально один на один. Вот она, огонь, допустим, плита кладется всегда на одиннадцатый ряд. Ну, где грубка-то, там надо где упорный, где сама топка-то идет. Да. Топка-то. Ну и смотри, какая длина. Обычно делаешь четыре с половиной или пять кирпичей длина ее. Если духовка есть, то пять кирпичей. Духовку можно сделать тут, где плита, или в другую комнату. Вот. И огонь в плитах кладется на одиннадцатый кирпич. Запомни себе. Запиши. Ага, я помню. Одиннадцатый кирпич. Ну вот, теперь первый у тебя два идет. А дальше сплошняком идет, это чтобы пол не загорелся. Сплошняком там из половинок заливаешь. И дальше у тебя, гляди, уже поддувальная дверка. Между над ней две, две на поддувальной дверке два кирпича. И кладешь колосник. А вот если на один кирпич колосник, то сверх колосника еще плоский кирпич. А на него уже дверка топочная. Чтобы у тебя ниже был уголь, уголь был ниже дверки, чтобы не выпадывал. Понял. Ну то есть там порассчитай, смотри, а сверху дверки-то там один только кирпич, плашмя. Ну и клади дальше угольник, обтягивай, щебенушки разные. Ну и все выровнял его, и оно тут же застывает. И вот теперь смотри, огонь должен пойти над плитой, а над плитой должно быть хотя бы, ну, кирпич боком положено, вот так, 12 сантиметров. И он обходит с той стороны духовки, с той собратой стороны, огонь идет. Там кирпич боком, чтобы мог 12 сантиметров с половиной проходить. И он под духовку идет, и идет в этот угол, где у тебя поддувало, идет здесь. Вот и тут он будет подниматься. Он по низу идет, поднимается кверху первый канал. Первый канал, ширина его 25 сантиметров. Ну, то есть вдоль это обогреватель называется. А вот где вот две вот эти стоят, между ними кирпич вот так вертикально становится. А это все на ребро, от самого пола на ребро идет. Первые два ряда, ну, на уровне печки-то как ты делаешь, от самого собора, но который обогреватель, он на это, где печка-то идет, два ряда печка вот так, ну, не два ряда, а два кирпича, 25 и 25. Ширина, где у тебя уголь-то, плита-то 50 сантиметров. Да. Вот, а следующий, еще 25 сантиметров, это под обогреватель. Обогреватель. Ну, и ты его уже, смотри, он столько-то, он, два кирпича сплошняком идут на плашмя, а здесь, когда ты его, к нему прилепляешь, это уже на ребро. Ну, на ребро, и теперь смотри. Вот, первый канал у тебя, чтобы был, для дыма идет, ну, везде, чтобы вертикально кирпич заходил. Вертикально. Ну, вертикально до 25 сантиметров-то. Ну, и ты его ведешь. Там все, вообще, никуда он больше, чтобы дым не попадал. Канал его сюда первый. А когда идет, там поворачивается, на повороте еще пространство, один кирпич оставлять. На повороте. 25 сантиметров. А здесь отодвинуть можно на два. И этот разбить, вот этот вот, на два. То есть, вниз идет двумя каналами. Ага. Двумя каналами. Но они до низу не доходят, не доходят на один кирпич. И поворачивают, теперь идет уже сплошняком на выход. Вниз дыму труднее, ему надо больше пространства дать. Понял, понял. Понял. И теперь, где будешь кладить, смотри везде, чтобы для прощистки пол кирпичика вставляй. И чтобы он маленько выделялся. Выделялся. А потом его маленько ножом вырвал и прощистил, и все. Я 40 лет с лишним пищником был. Каких пищей только не делал. У меня большая выработка. Почти все время 300% было. За трех. Но у меня нет изобретательского таланта. Я не изобрел ничего. Никогда. Печь Сущевского, русская печь комбинированная. Я строительный техникум окончил. И работал с поляком с одним, с пищником. Когда был студентом еще. Вот. И нигде ничего не изобрел. Мне надо было постигнуть. До меня поколения были, они знают, какой лучше. А что вы думаете-то? Я вообще не имею таланта изобретать что-то. У меня талант другой. Быть послушным. До меня как изобрели, я стараюсь так делать. Вот в переплетном деле я единственное, что придумал. Вот это вот печатное, когда по одному листику-то. Ну как капроновая крошка называют. Там пропил, потом промазываешь. Туда вставляю капроновые уши. И на них приклеиваются корочки. Это я сам придумал. А так. У меня нет таланта на это. Никакого. Никакого. И я вижу, что не надо портить. Велосипед изобретать. Он уже изобретен. Вот у меня брат был старше меня на 5 лет. Самуил. У того вот этот талант был. Он магнитофоны делал сам. Радиоприемники сам делал. Трансформаторы все наматывал, делал. Талант. Я его не знаю, как любил брата этот. А он меня все время обманывал. Выманывал деньги у меня, когда я в школе учился. Я хочу вам показать фотографии. Ну. Что там у тебя? Видно вам? Видно. Так это что? Это мы у них там где были в церкви, да? Да. Это Украина. О. Украина нас повыше подними маленько. А это уже у машины. Украина нас приняла как родных и близких. Самое теплое. О. Где мы были. Это там у вас источник какой-то? Да. Там колодец. Вот там. Колодец. Да. Ну вот. Благодарю. Хорошо. Ну вот. Видишь, где мы были. В храме этот и прочее. Мы порадовались с Украиной. Очень хорошо было. О. Николай. Тут все как надо. А нынче-то ездил Марьясов, а Александр. Ага. Батюшка. Батюшка хороший. Простой такой. О. Вон там ты, кажется, спиной. Или кто там спиной-то стоишь? Не ты? Я, я. Ну вот. Видишь как. Украина нам сильно помогла в этом настроении во всем. Там еще батюшка. Вот. Витя снимает. Я стоял. Все это в прошлом. Мы вспоминаем об Украине, как о радостных временах, проведенные там. А. Вот видишь, где мы ездили. Оставили книги. В Одессе, в Харькове, в двух библиотеках, в Киеве. Нас Украина вообще принимала, как родных и близких. Вот в Харькове. Они вышли. Нас крестят, благословляют. Это библиотекарь и директор там. В Николаеве были, в Первомайском, везде. Видите, как вот Бог устроил. Мы никогда друг друга не знали. А ну-ка напомни, мы через кого познакомились с вами? Через Василия Федоровича. Через Толстенко Василия Федоровича. О, ну, ну. Мы у него были. Были. Это были 80-е годы. Это уже 35. 35. Лет мы знакомы. Так что наша дружба давнишняя. Давнишняя, да. Так. Но меня разные везде говорят, что я не признаю молитву за умерших. Это глупости. Я всегда признавал это. Ну, лгут. Просто лгунишки жалкие. Я умру, помолитесь за меня там. Конечно. Чтобы пройти мытарство и все. Я люблю моего Господа. У меня нет никаких таких особых талантов. И образования нет. Я просто люблю Господа и люблю Святую Библию. В этом все. Вот так. Ну, это все сейчас вот это и идет. Такое смут это и идет. Скоро некогда будет гоняться за мной. Я им недавно и говорю даже такое вот. Понимаете? Это имя человеческое. Имя. Как много значит. Вот я сейчас покажу в одном месте. Подожди-ка. Вот. Подожди минутку. Буквально минутку показать. Сентябрь. Вот. Вот я тут все по разные места подготавливаю. Ну, что. Которое там осуждает. А я обороняюсь. Места Писания только показываю. И больше ничего. Вот. ИГИЛ. У них теперь это. Исламское государство. Ирак. И там какой-то нелива насчет Аллатыния какая-то. Вот. Я беру Исаия 8.1. Пророк Исаия. И сказал мне Господь. Возьми себе большой свиток. И начертай на нем человеческим письмом. Магер шелал. Хаш бас. А для чего? А по-русски переводится. Спешит грабеж. Ускоряет добыча. То есть очень быстро это будет. Все. Спешит грабеж. Ускоряет добыча. Ну, обычная ребенка называют как? Именем его. А его павильона было войти к пророщице. И она зачнет. И родит сына. И наречешь его Магер шелал хаш бас. Четыре слова. Он бегал. А его кричала мать. Магер шелал хаш бас. Иди домой обедать. То есть спешит грабеж. Ускоряет добыча. Непрерывно звучало. Спешит грабеж. Какой грабеж? Они знали, что царь. То есть стоят враги уже у ворот государства. И вот этот ИГИЛ. Я им говорю. Вот вы на меня попыток нападаете. ИГИЛ. Но вы задумайтесь. Что это такое? ИГ. Первый это Игнатий. А Ил Игнатий Лапкин. ИГИЛ. Это вот что у них есть-то? А почему? Потому что вы меня преследуете. Вы издеваетесь? А вот под моими инициалами придет кто-то другой. И он вам расскажет, что все это была ложь. Тут один карабиш. Тебе посылали, как он этот? Да, да, да. Интересно? Ну это про вас. Ну так вот мне уже прислали от одного места другое. Я не знаю про меня, не про меня. Ну все сходится. Там 10 пунктов. Все до одного на мне сходятся. Все. И на севере, и книги, и мысли. И что лицемеры вокруг. И что они ничего не понимают. Преследуют. И как мне тяжело. Все пункты на мне сходятся. Ну, я не думаю, что это я. Там, видимо, будет кто-то другой, более талантливый. И на севере, главное, на севере. И в народе, не в монастыре, в народе. Вот и, пожалуйста. У него Магер Шелал Хашбас. А у меня Игла, я пишу. Иг. Г маленькая, Л большая, опять Игла. Игил. И что интересно. Я в лагере был. И ИТЛ. Исправительно-трудовые лагеря. ИТЛ. А И Игнатий Тихонович Лапкин. До того интересно. Вот у меня что-то в этом есть. Я это открыл за 28 мая. Календарь. И там, в календаре, по старому стилю. Когда меня назвали. Меня назвали это точно по дню рождения. И написано Игнатий Ивтихий. У нас Ивтихием будет епископ. Ивтихий в русской православной церкви единственный Ивтихий был. И он именно в один день мы с ним родились. И он у нас будет епископом 13 лет. Вот это что-то же есть в этом. То есть моя фамилия, имя, отчество знаковое. Они везде проявляются. Ну ты, ну попробуй ты под ИГИЛ подгонить чего-то. Чего ты подгонишь? А мне подгонять не надо. И фамилия, и имя, все здесь заложено. Я же не знал, что ИГИЛ появится. Я-то раньше его появился. 76 лет его не было ИГИЛа-то. А вот теперь пришло. А для чего? Чтобы люди увидели, я думаю. А вот теперь ИГИЛ, ИГИЛ. То есть, а тогда все будет напоминать об Игнатии Лапкине. Как вы меня преследовали, сколько лицемерили, сколько лгали. А теперь пришло вам возмездие. Я вот так рассматриваю. Я все время просил, помилуй, Господи, гонители, помилуй. Но спешит грабеж и ускоряет добычу. Спешит. Прямо перед дверями. Вот ИГИЛ этот обещает сотни тысяч террористов по всему миру. Они угрожают всем. Буквально в течение одного месяца у них две тысячи молодых людей туда прибыло. Ученики бегут из школ туда к ним. Из университетов. Вот эта Варвара там, Карауловы, каких только не было. Почему? Пришло время. Проснуться от сна. Они идут и умирают. Как будто их убивают, а на его место, как, ну, убивают там в сказке, там, голову отрубают, узмеют. А на его место три вырастает. Ну, более, конечно, серьезное такое преследование, там, разрушение, с чем Россия никто не делает. Какие бомбардировщики идут. И они сейчас там и Франция прислала свой корабль, и будто бы Америка там что-то пытается делать. Германия даже в Альянс ходит. Им тоже нелегко. Но они будут по всему миру. Они помогают им рассеяться. То есть, эта борьба, эти миллиарды долларов, они уйдут с ними. Вот сегодня только я услышал, у них бензовозы большие, которые они ворованную нефть продают, как называют. Это я не свои слова, а военный комитет, там брифинг был. 8,5 тысяч бензовозов день и ночь работают. Тысяч, вообрази. Да это на всю Украину столько нету. На всю Россию. Бензовозы. Вот и все. Они закупают самое современное оружие. Их просто так нет. Борьба будет продолжаться примерно 10 лет. 10 лет. Они угрожают всем. И они когда заходят, и мусульман казнят, и вот выступает мула и говорит, у них только у нас в Казани, Казань, это Татарстан-то, 75 тысяч иностранцев. 75 тысяч. Ты понимаешь, что это такое? Это армия. Это ничего уже нельзя сделать. Я говорю, а почему к ним не послали дары какие-нибудь и с ними проповедников? Убили одного, другого, третьего. Ну, все равно кто-то что-то скажет. Упустили момент, 600 лет не было мусульманства. И 600 лет занимались чем? Все в монастырь. Ну, вот и сидите теперь в монастырях. Это Магомед-то, Мухаммад-то, он мог быть самым большим проповедником, миссионером, пророком был бы в православии. Два миллиарда православных было бы. И они на меня злятся монахи. Я-то говорю, по делу. Вы виноваты, что не шли. А мы-то пришли, когда они уже оформились, когда у них книга есть. Когда они по ней поступают. Новое поколение вырастает только на убийстве. Это бесконечная просто армия убийц. Безжалостных. Ничего нельзя сделать, только молиться. Не надо осуждать ни Порошенко, ни Путина. Надо молиться и благодарить Бога за все. Я выступил 2-3 ролика, сказал, почему и как будет долго. Долго, пока нужное количество верующих не убьют. А тогда Господь начнет отомщать. Не сейчас. А может быть наступил момент уже. Вот так. Еще что-нибудь есть еще? Нет? Нет, пока нет. Ну все. Вишь, как мы хорошо с тобой встретились. Да. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Отключайся тогда. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok